Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодня у нас не очень такой вот интересный ролик получать. Сегодня у нас матч против Леванты в чемпионате Испании и матч в Лиге Чемпионов против Пражской Славии. Команды, конечно, такие себе, но также я обещал вам, что захвачу в этом выпуске еще и матч против Сельды. Так что сегодня у нас будет три матча. Вот против Сельды, можно сказать, будет что-то да и поинтересней. Так что я даже не знаю. Наверное, все-таки мы в чемпионате сыграем первым составом, чтобы Сельда была готова к нам именно первым составом. Было бы классно. Вот. И против Славии в Лиге Чемпионов мы сыграем вторым составом. Мне кажется, он сможет снова дать отпор. Играем на выезде против Леванты. Сейчас у нас равенство очков в группе, в таблице. Вместе с мадридским Атлетико. Так что будем им противостоять вот таким составом. Поехали. Итак, начинается у нас матч. Выездной против Леванты. Команда интересная. У нас, тем более, еще и первый состав сегодня. И мы надеемся взять три очка. И идем в атакующую схему. И Гризман отлично видит Неймара, который видит Жезуса. И тот забивает. Это 1-0. Голевая передача от Неймара. Забивает Габриэль и Жезус. Ну и хорошую передачу-то нашел Гризман именно на Неймара. И вот последний уже так подбегает к этой четверке. К этой троице, точнее. Сауль, Гризман и Жезус. Уже здесь Неймар так подбегает. Но пас хороший. Именно сам выделил Гризман для Неймара. Но Неймар не пожадничал. Отдал нам Жезуса. Ну и замечательно для Джезуса. Сейчас мы узнаем какой-то уже гол. Шестой гол. Может стать лучшим бомбардиром. Но голки при все равно вот тащит. И какую конфетку забивает Неймара. И за штрафной дальним ударом решил пробить. И получилось. И Неймар забивает за Барселону. Хорошо получилось. Пока что он лучший игрок в этом матче. Гол плюс Голевая у Неймара на выезде против Леванта. Ну посмотрите. Сауль так откатил еще. И Неймар вторым касанием пробил. Первым он придержал и протолкнул. Ну а вторым вот так вот замечательно забил. И под самую перекладину дальним ударом тренер доволен. То есть мы с вами. Ну и все замечательно. Ну а для Неймара это уже третий гол за Барселону в чемпионате. Ну и все. Уверенная победа Барселона на выезде. С счетом 2-0. Лучшим игроком здесь станет Неймар. У него гол плюс Голевая за этот матч. Так что можно сказать. Он нам приносит победу. Да, 9-1 у него оценка. Как вы думаете, ваша серия продолжится? Ну действительно мы уже 12 матчей не проигрываем. Так что это хорошо. Вам не кажется, что Леванта проиграл эту игру еще до начала матча? Да. Леванта имеет на это все основания. Как вам игра во втором тайме? Ну нужно сосредоточить, потому что мы во втором тайме мяча не забили. Так что первый тайм мы намного лучше провели. Проводим сейчас мы тренировку. Никто особо не прокачал свои характеристики. Но у нас четвертый уже тур в Лиге Чемпионов. Сейчас у нас 6 очков. Есть шанс оторваться, потому что от какой-нибудь из команды, если мы побеждаем, то либо от Интера, либо от Дортунской Баруси мы отрываемся. И все будет замечательно. Посещаем пресс-конференцию. Дембеле еще сыграет, но Дембеле будет играть, поэтому ротация очень важна, скажем. Нет ли недооценки соперника со стороны ваших игроков? Недооценка соперника это нормальное явление. Сможете снова одолеть Славию. Они могут учиться на своих ошибках. Будем так либерально немного по отношению к Славии. Ну что же, против Славии мы выпускаем второй состав. Надеюсь, не подкачает. Играем еще и дома. Играем мы в домашней форме. У них нету такой прям домашней. Ну и у нас еще и Ливия на стадионе. Поехали. Итак, Лига чемпионов снова на нашем Камп Ноу. Барселона принимает пражскую Славию в прошлом матче. в третьем туре. Очень тяжело надался этот матч на выезде. И пошел, и пошел. Сейчас гол еще пропустим. И, конечно, прямо рядом с вратарем и он ничего не будет делать. Славия выходит вперед. Меняем Артура на Видаля. Просто это жесть. Против Славии играть вторым составом это просто невыносимо. Отдает уже на Чалова безосайдно. Ну и Чалов наконец-то забил, сравнял хотя бы счет. седьмая минута. Один-один. Барса сравнивает. Голевая на Видаля. Не зря выпустил. Ну и радуйся, радуйся. Немного ты еще забивать до нас будешь. Зря, наверное, вообще его покупал. Надо было, наверное, все-таки Суареса нам оставлять. Второй состав бы его засунули. сюда бы хотя бы с Женуса пойдет. Суарес бы был бы. Нормально было. Дал просто дорогу молодым. где сейчас ты был, куда ты ушел вообще из ворот? 2-1. Это что сейчас вообще происходит? Я вот не понимаю. Он просто прошел с тобой и вышел посмотреть, куда мяч летит. Видаль, хорошо. Пошел. Миранчук. Чалов, убегай. Все, убегай. Отдавай уже на Миранчука, а ты не добежишь. Миранчук. 2-2. Русские футболисты у нас пока что вот сравнивают. Голевая на Чалове. Так что Чалов пока что снова как Неймар в прошлом матче у нас лучший игрок в матче на данный момент. Все. Ничья. В Протиславии теряем абсолютные очки. Два раза проигрывали. Хотя бы сравняли, но все равно. Это просто дичь. Если выпускаю второй состав, то это обязательно они меня дернут. Это просто дичь. Вы довольны игрой, которую показывает Дембеле? Ну, все комплименты заслужены. Мы скажем это естественно. Вы рассчитывали на ничью после первого тайма. Скажу так вот, как и есть. Вообще мы рассчитывали на победу. Почему не удалось одержать победу? Мы не сделали все возможное. Я буду говорить действительно вот правду. Как я это чувствую, потому что нельзя так играть. Понимаешь, что это игра делает, а не игроки. Но все равно сейчас мы на второй строчке Атлетика. Так, еще сборная России у нас. Ну что, смотрим по позициям там. Может, кто-нибудь качнулся. Я могу вместо Антона, Мироничка, в принципе, взять Кузяева посмотреть. Возьмем. Пусть будет и все. Такие вот заминки сделаем, посмотреть. Так, у нас игра против Сельте дома. Мы играем первым составом. С Атлетикой у нас до сих пор идет равенство очков. Так что, надо выигрывать. Поехали. Итак, последний на сегодняшний выпуск у нас матч. Впервые такой вот у нас, что по ходу сезона мы берем три матча. Но это специально, раз мы все-таки стали тренером в сборной, чтобы следующий выпуск был чисто вот по сборной России. Так что, в этом мы доигрываем матч с Сельтой. Где-то там Федя Смолов, я надеюсь. О, ну все, это гол. Сантимина. Вводит вперед Сельту на выезде. 1-0. Тут просто на таких скоростях сейчас стали играть. Просто дичь. Да забей. Отлично. Автогол или Жезу забил. Сейчас узнаем. Скипы уже неинтересно это смотреть. Лобойтика, вот так тебе и надо. Ладно. Сравняли хотя бы. Время еще есть. Выкидать вперед. Наперед уже отдавал на Сауле. в сайте был. Опа, на Ямар перехват. Отлично. Вот сейчас тоже Жезус наконец-то забил. 2-1. Выходим вперед. Даже повтор смотреть не буду. Незачем. Замечательно. 2-1. Победа Барселона над Сельтой. В каждом из трех этих матчах мы забили по двумя мяча, но каждый нам из этого что-то свое дал. Где-то мы уверенно 2-0 победили Леванты, где-то в ничью даже сыграли, где-то минимально победили, но просто игра душила. Что я еще из этого могу сказать? Вы посмотрите. Стистика на нашей стороне, но нет. Все начинается. Это точность пасов. У Сельты все у них. Точность ударов. Все летит у них в створ. Это просто что-то гич. Как вы думаете, ваша серия продолжится? Ну, мы не победим, мы так и будем еще говорить. 13 матчей уже не проиграем. Ваша команда забила решающий гол к решению от игры. Мы лучше играли. Мы действительно лучше играли. Мы обязаны были побеждать. Вы считаете, что клуб Сельта хорошо сыграл? Так и есть. Но они действительно раз забили, они еще хорошо играли. Так, проведем тренировку. Каутиньо даже скорость рывка сейчас не смог прокачать. Один матч у нас больше мы сыграли. Сейчас еще Атлетик буду играть. Де Йонг говорит нам спасибо за то, что мы его вернули в состав, как он сказал, хотя его даже оттуда не убирал. Ну и все, у нас сейчас сборная России будет Дания и Ирландия. Два матча. Вот. Ну, набирает очки Атлетикам. 35 на 35 у нас. По забитым у них на 7 больше и из-за этого они вот и выше. Пока что лучший бомбардир это Морено. У нас это Месси. 8 забитых мячей. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Вот такой большой выпуск сегодня получился. С вами был Андрей канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова